Потребительское поведение. Под редакцией Дмитрия Анатольевича Шевченко. Издательство, Директ Медиа. В монографии содержатся материалы по использованию поведенческих наук, посвященных потребительскому поведению в маркетинговых целях. На основе теории поведения потребителей представлены современные модели поведения. Рассматривается влияние социальных факторов на принятие решений потребителями. Особое внимание уделено характеристикам потребительского поведения в цифровой среде. Монография рекомендуется исследователям, специалистам, преподавателям, аспирантам, магистрам, представителям академической общественности, изучающим феномен потребительского поведения. Введение. Потребительское поведение представляет собой сложное, динамично развивающееся явление в науке, которое невозможно определить просто и общепринято. По мере того, как эта область расширялась от прикладной формы экономики до охвата теории и методологий из психологии, социологии, антропологии и статистики, все большее внимание уделялось пониманию мыслей, желаний и опыта отдельных потребителей. Для академического маркетинга это означало, что исследования были сосредоточены не только на решениях и стратегиях менеджеров по маркетингу, но и на решениях и мыслительных процессах на другой стороне рынка, на клиентах. С тех пор академическое исследование потребительского поведения развивалось и включало концепции и методы не только из маркетинга в целом, но и из смежных социальных дисциплин, а также из постоянно меняющегося ландшафта поведения потребления в реальном мире. В маркетинге потребительское поведение рассматривается как процесс выбора, покупки, использования и распоряжения продуктами или услугами, отдельными лицами и группами для удовлетворения своих потребностей и желаний. Поэтому мы рассматриваем потребительское поведение аналогично покупательское поведение как поведение конечных потребителей, отдельных лиц, домохозяйств, которые покупают товары и услуги для личного потребления. Поведение потребителя – сложный умственный, эмоциональный и физический процесс, который совершается людьми при выборе, оплате, использовании товаров и услуг и прекращается при удовлетворении человеческих нужд и потребностей. Современные исследования поведения покупателей в интернет-среде, а если шире, то диджитал-среде ставят перед исследователями задачи осмысления и интерпретации новых подходов к анализу принятия решений о покупке различными сегментами рынка. Потребление продолжает меняться с технологическими достижениями и изменениями в ценностях и целях потребителей. Сегодня трудно представить себе понимание покупательского поведения без анализа онлайн-платформ, куда перемещается центр принятия решений о покупках. Социальные сети, блоги, чаты и каналы мессенджеров из площадки для переговоров и уточнений покупок стали поставщиками развлекательного контента и одновременно ресурсами предложений товаров и услуг. Использование искусственного интеллекта, способного существенно увеличить эффективность влияния компаний на лояльность покупателей и другие факторы. Ставшие основной нового этапа эволюции потребительского поведения требуют внимания ученых и исследователей этого социального феномена. Исследование поведенческих характеристик покупателей имеет бесконечную научную перспективу. Ни одна теория до конца не может объяснить феномен поведения потребителя, в то же время каждая из них представляет собой уникальные подходы для понимания когнитивных процессов у покупателей и их моделей потребления. Чем дальше мы будем углубляться в тайны поведения людей, тем более технологичными будут становиться инструменты воздействия маркетинга на решение о выборе торговых марок, брендов различными категориями потребителей. Мы не можем знать точную картину будущего. Истинная причина принятия решения покупателя в пользу того или иного бренда всегда останется для нас вечной загадкой, так как ключ от нее лежит не в нашем кармане. Глава 1. Теоретические основы исследования потребительского поведения. Параграф 1. Теоретическая парадигма потребительского поведения. Потребительское поведение – это набор действий, связанных с покупкой и использованием товаров и услуг, обусловленных эмоциональными и психическими потребностями и поведенческими реакциями клиентов. В середине XX века началось изучение потребительского поведения. Она стала отдельной прикладной дисциплиной в рамках маркетинговых знаний. Основатели теории предельной полезности, где полезность рассматривается как свойство блага, благодаря которому человек делает свой выбор. Первой была модель покупательского поведения, представленная Джоном Ховардом в 1093 году, во втором – издание его учебника по маркетингу и быстро принятое практически всеми теоретиками, работающими в нашей области. В 1969 году была основана Ассоциация потребительских исследований и учреждена ежегодная конференция для обмена маркетинговыми исследованиями с точки зрения потребителей. Это событие ознаменовало кульминацию растущего интереса к теме, придав ей статус области исследований в рамках маркетинга. В 60-х годах большинство исследований исходило из психологии и экономики поведенческая модель рационального выбора Герберта Саймона, 1955 год. Теория человеческой мотивации Абрахама Маслу, 1943 год, справочник Диктера по потребительской мотивации, 1964 год. Эти работы сыграли решающую роль в росте исследований поведения потребителей в течение последующих десятилетий. В 1974 году потребительские исследования стали публиковаться в тематическом журнале потребительских исследований JCR. В последние годы технологические изменения значительно повлияли на характер потребления, поскольку путь покупателя стал включать больше взаимодействия на цифровых платформах, дополняющих взаимодействия в физических магазинах. Этот сдвиг представляет собой серьезную концептуальную проблему для понимания того, влияют ли эти технологические изменения на потребление и каким образом. Ученые Госин, Джеванс, Вальрас, Менгер и другие пытались понять феномен экономического человека через призму его субъективного переживания. Американские ученые Маршалл и Самуэльсон развивали теорию эластичности спроса по цене. Согласно этой теории, все поведение человека подчинено одному главенствующему утилитарному мотиву – стремлению к собственному благополучию и максимизации полезности без учета и в полном отрыве от интересов и мнений других людей. Цена и доход являются главными ориентирами выбора покупателя как экономического человека. Исследователи социологической трактовки поведения потребителей, начиная с Саймона, Зимеля, Веблина, Лазарфельда, Бурдье, Галбрейта, Тофлер, Бодрияра, Костельса, включая наших соотечественников, Радаев, Ростовцева, Римашевская, Заславская, Рывкина, Ильин и другие. Считают, что поведение потребителя связано не только с извлечением сиюминутной выгоды для себя, но и соображениями стремления к власти, уважению, статусу, соперничеству. В своих размышлениях о предстоящих покупках человек ориентируется на оценку других людей, которым он принадлежит. Участие в социальных группах в интернете оказывают не меньшее влияние на выбор брендов, чем форматные рыночные сигналы и факторы. Исследователи психологического подхода Фрейд, Юнг, Пиаже, Маслоу, Хорни, Фром, Феррис, Стад, Ричард, Салливан, Диинека, Выгодский, Посыпанова в объяснении поведения покупателей выделяют три аспекта его проявления. Когнитивное, аффективное, конативное. Дело в том, что конструирование потребительских предпочтений происходит на социальном и индивидуальном уровнях. Процесс социализации включает в себя создание собственного уникального стиля потребления и его компонентов. Потребительский выбор включает в себя когнитивно-эмоциональный процесс самоопределения индивида в социальном контексте. Ценность товаров и услуг подкрепляется дополнительным смыслом Я-концепции. Социально-психологический подход сформировался на стыке экономики, социологии и психологии. Его предшественниками и последователями стали Хорни, Фишбин, Боготцы, Рубинштейн, Леонтьев. Согласно этой теории, поведение потребителя регламентируется его принадлежностью к референтному окружению. Близкий круг начинает и формирует определенные модели потребления. В ходе профессиональной адаптации и процесса детальности складывается собственная модель потребления. Иррациональность поведения человека во время потребления сформировала новое направление – поведенческую экономику. Канеман, Тверский, Ариели, Фальк, Дью, Гидденс, Будицкий, Плескачевский, Федотов. А впоследствии Талер, лауреат Нобелевской премии по экономике 2018-го ТИС года года, предложили свою трактовку происходящего в повелении экономических агентов. Согласно этой теории, иррациональность не является отклонением от нормы, а эффективной реакцией, а подчиняется вполне определенным моделям и предсказуемо, и нормально. В современный период существенный вклад в исследование потребительского поведения сделали западные ученые, изучающие маркетинговые модели принятия решений покупателями. Российская школа исследования феномена потребительского поведения также стала предметом научных изысканий ученых Рощиной, Березина, Скоробогатых, Мешкова, Мусаатова, Сагиновой, Шевченко, Меликян, Наумова, Аврутского, Кнышова. Котлер и Келлер подчеркивают, что важность понимания покупательского поведения потребителей и того, как клиенты выбирают свои продукты и услуги, могут быть чрезвычайно важны для производителей, а также для поставщиков услуг, поскольку это дает им конкурентное преимущество перед их поставщиками по нескольким параметрам. Например, они могут использовать знания, полученные в результате изучения покупательского поведения потребителей для разработки своих стратегий, направленных на предложение правильных продуктов и услуг, нужной аудитории клиентов, эффективно отражающих их потребности и желания. Сагинова пытается рассматривать покупательское поведение с позиции социально-ответственного маркетинга. Опираясь на несколько идей трактовки социального поведения людей, вводится понятие социально-ответственного поведения, к которому относятся несколько повторяющихся схем, паттернов потребительского поведения. Экономное использование доступных ресурсов, воды, электроэнергии, ограничение количества закупаемых продуктов, участие в системах вторичного использования продуктов, участие в системах совместного использования продуктов. Сортировка и утилизация отходов, выбор продуктов с учетом их влияния на экологию, на основе маркировки или информации о продукте, отказ от использования продуктов из-за их негативного влияния на экологию. Устойчивое потребление включает ответственное потребление, осознанное потребление и антипотребление. Изучение потребителей началось с 1960-х годов, когда потребовалось объяснить, почему люди предпочитают одни товары другим. В США, Великобритании и странах Западной Европы производители товаров сделали акцент не на продажу произведенных ими товаров, а на разработку продукции, которую они могли бы предложить конкретным сегментам потребителей. Новый статус исследования потребителей получила в 1960 году, когда в составе Американской психологической ассоциации было образовано отделение психологии потребителя. С этого момента не только покупательское поведение стало центром исследований, но и более глобальная потребительская ситуация. Подход к поведению потребителей стал рассматриваться с позиции принятия решений. Здесь покупка – это одна лишь стадия покупательского процесса, важна роль анализа предшествующих и последующих событий. Это означало фокусирование внимания к изучению мыслей, чувств и планов потребителя. Вопрос о том, что хочет потребитель, стал главным в отличие от того, как гарантировать, чтобы потребители получали продукт, который уже был произведен. С этим связано движение консюмеризма 1960-1970 годов. Последнее смещение акцента выразилось в трактовке двустороннего характера поведения потребителей – ответственности общества перед индивидуальными потребностями. Ответственности индивидуальных потребностей перед обществом со стороны общества – здравоохранение, образование, социальное обеспечение, условия для культуры, спорта и развлечений. В исследовании Авруцкого нашло отражение формирования основных моделей общества потребления в новое время. Фундаментальный тезис маркетинга состоит в том, что рынок определяется не вещами, товарами и услугами, а потребностями и нуждами конкретного сегмента потребителей, которые стремятся решить свои проблемы. Конечная цель маркетинга – удовлетворение потребностей потребителя. Поэтому так важно при организации маркетинговых мероприятий уметь учитывать социально-типологические предпочтения и поведенческие особенности потребителей. Суть маркетинга состоит в решении боли потребителя – проблемы, которые есть у целевой аудитории. В итоге мы принимаем тезис, что потребитель покупает не продукт, а решение своей боли. И именно создание потребителям того, что продукт предлагает избавление от боли, превращает его в покупателя. Поведение потребителей в теории маркетинга изучается со стороны выбора ими товаров и услуг, опыта, которые они усваивают в процессе их приобретения и распоряжения. У маркетинга с позиции науки нет собственной истории исследований. Поведение потребителей – это междисциплинарная социальная наука. Маркетинг черпает свои идеи и теории из других дисциплин, к которым относится прикладная экономика, психология, социология, социальная психология и антропология. Теории поведения потребителей являются естественным продолжением теории поведения человека. Хотя ни одна теория до конца не может объяснить феномен поведения потребителя, в то же время каждый из них представляет собой уникальные подходы для понимания ментальных процессов у покупателей и их моделей потребления. С точки зрения экономики, поведение потребителей представляет собой процесс покупки тех товаров и услуг, которые приносят им наибольшее личное удовлетворение. Опыт становится устойчивым внутренним стимулом при выборе торговых марок, брендов. Люди покупают то, что им нравится, если они могут себе это позволить. В этом смысле для маркетинга стало большим теоретическим основанием выдвинуть несколько полезных гипотез, которые эмпирически наблюдаемы и проверены практикой. Первое. Если цена продукта ниже, продажи этого продукта будут выше. Второе. Когда есть продукт и заменитель этого продукта, продажи заменителя будут больше, если его цена ниже, чем цена исходного продукта. Третье. Когда доход потребителей выше, продажи продукта, следовательно, будут выше при условии, что продукт не теряет качества. В конечном счете экономическая модель предлагает маркетологам возможность понять поведение потребителей, когда они совершают покупки с позиции рациональности. Рационализм часто понимают как концепцию, утверждающую верховенство разума в жизни человека. А иррационализм методом от противного рассматривается как концепция, отвергающая верховенство разума в жизни человека. В 1990-х годах появляется теория потребительских ценностей, где потребительское поведение рассматривается сквозь призму сложившихся ценностей в сознании человека, которые выполняют роль мотиваторов. На этом основании строится проекция поведения покупателя, который руководствуется как минимум пятью группами ценностей при выборе покупки – функциональность, социальность, эмоциональность, познавательность, ситуативность. Рационалистические мотивы оценки новизны через воспринимаемую полезность разрабатывались учеными Шетт, Хиршман, Холбрук. Психодинамическая теория, которая многое объясняет в поведении потребителя, восходит к Фрейду, австрийскому основателю психоанализа. Зигмунд Фрейд наиболее известен как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию. Среди достижений Фрейда наиболее важными являются разработка трехкомпонентной структурной модели психики, состоящей из «оно», «я» и «сверх-я». Фрейд считал, что люди в основном не осознают тех реальных психологических сил, которые формируют их поведение, что человек растет, подавляя при этом в себе множество влечений. Эти влечения никогда полностью не исчезают. Например, курение для мужчин является продолжением детской привычки сосать палец. Внешний вид товара может влиять на возбуждение у потребителей эмоций, которые в состоянии либо способствовать, либо препятствовать совершению покупки. Основная идея Фрейда в том, что люди не всегда поступают рационально, как это представляют себе экономисты. Люди не могут полностью понять свои собственные мотивы, потому что психологические факторы, которые их формируют, в значительной степени бессознательны. Большая часть бессознательного состоит из активных побуждений и желаний. Влияние ситуации на принятие решений, особенно в период COVID-19, стало предметом исследований потребительского поведения ученых Папаларда Чирони. Согласно психодинамической теории, потребители реагируют на символические проблемы так же, как они реагируют на экономические и функциональные проблемы. Работа Фрейда подразумевает, что внешние факторы, такие как возраст и доход, не могут полностью объяснить поведение потребителей, потому что мотивы лежат глубоко в психике. По мнению Фрейда, главным источником развития личности являются врожденные биологические факторы, инстинкты, составляющие основу влечений, мотивации человека. Психодинамическая теория личности, объясняющая разницу в поведении человека, утверждает, что в самой его природе содержатся разные, агрессивные, влечения, ид, а структуры эго и суперэго развиты недостаточно, чтобы им противостоять. Юнг объясняет природу врожденных психологических факторов человека передачей их ему по наследству от родителей, используя для этого понятия архетип. Архетипы, непосредственно передающие человеку основные, первичные идеи, являются основой его мотивации. Совокупность всех врожденных архетипов обозначаются термином «коллективное бессознательное». Юнг объясняет разницу в поведении человека тем, что люди рождаются с соответствующими архетипами – воин, преступник и тому подобное, а социальная среда способствовала развитию этих архетипов. Идеи Фрейда активно используются специалистами рекламы для объяснения реакций на коммерческие предложения. Покупательские предпочтения потребителя диктуются бессознательными мотивами – визуальные, слуховые и тактильные элементы продукта могут вызывать эмоции, стимулирующие или препятствующие совершению им покупки. Маркетологи, опираясь на идеи о коллективном бессознательном Юнга, объясняют феномен влияния определенных брендов на отдельные социальные группы их предрасположенностью. Жан Пиаже появился через несколько десятилетий после Юнга. Изучив теорию Фрейда, он также решил, что ее убеждение в том, что биология является определяющим фактором развития, ошибочно. Как и Юнг, Жан Пиаже считал, что человеческое развитие больше связано с функционированием более высокого уровня, чем просто с сексуальной природой или автоматическими инстинктами. Он разработал теорию когнитивного развития, теорию, которая стала краеугольным камнем в понимании психического развития детей. Пиаже и Выгодского интересовала роль языка в когнитивном развитии ребенка, которые затем объясняют его и взрослое поведение. Наибольшее влияние на понимание и повеление потребителя, клиента, оказала теория бихевиоризма Уотсона и затем Скиннера. Маркетологи на основе сбора базы знаний о социально-демографических характеристики целевой аудитории способны предсказать их реакцию на планируемую рекламную кампанию. Привлечение большего количества потенциальных клиентов, увеличение продаж, укрепление отношений с аудиторией. В своей обобщающей работе новая поведенческая экономика, оригинальная версия которой на английском языке вышла еще в 2015 году. Таллер излагает и популяризирует новаторские выводы своих многолетних научных исследований, цель которых – объединить психологию и экономику. Многочисленные примеры Таллера иллюстрируют модель поведения, которая не соответствует экономической модели рационального человека. Автор считает, что нужно изучать конкретное экономическое поведение людей, именно людей, а не рациональных потребителей, домашних хозяйств и тому подобных понятий, которыми оперирует современная макроэкономика. Лауреат Нобелевской премии по экономике утверждает, что для людей потери ощущаются сильнее, чем прибыль. Все экономические решения принимаются, исходя из предположения об издержках альтернативной возможности. Таллер в своей работе раскрывает понятие «транзакционная полезность», «ментальный учет», «проблему самоконтроля». Маркетологи с удовлетворением встретили своего коллегу, теперь лауреата Нобелевской премии по экономике, который обратил внимание на аномалии в поведении потребителя в момент выбора и тис самого-самого акта покупки. В знаменитом эксперименте русский исследователь, физиолог Павлов обнаружил, что если он позвонит в колокол непосредственно перед кормлением собаки, он может в конечном итоге заставить собаку выделять слюну, просто позвонив ей. Он пришел к выводу, что большая часть человеческого поведения является результатом условных реакций. Павлов является лауреатом Нобелевской премии по физиологии. Павлов рассматривал условный рефлекс не только как элементарное физиологическое явление, совершающееся в коре головного мозга, но и как элементарный психический акт. Рефлексы целей свободы являются актуальными факторами целенаправленного поведения человека. Павлов обратил внимание, что механизм образования условного рефлекса аналогичен тому, который лежит в основе давно изученного психологами явления ассоциации. Он утверждал о возможности слития субъективного с объективным. Теория Павлова оказывается весьма полезной для маркетологов. При создании или обновлении бренда маркетологи могут использовать идеи Павлова для создания или изменения потребительских привычек или усиления элементов бренда, связанных с положительным потребительским опытом. Еще одна теория является важной для объяснения феноменов потребительского выбора, особенно в эпоху постиндустриального общества. Это теория праздного класса Торстейна Веблина. Веблин – автор книги «Теория праздного класса. Экономическое исследование институций». Предмет экономической науки, по мнению Веблина, лежит в области исследования мотивов поведения потребителей. В основе экономических процессов, согласно Веблину, лежат психология, биология и антропология. В своей книге еще в 1899 году нашел ответы на вопросы, почему всегда модно быть знатоком вин, архитектуры и поэзии. Почему нищие готовы жить в прогладь ради приобретения красивых безделушек и гаджетов в кредит, а богатые, рекламируя свое состояние, все еще культивируют опасные чувства социальной несправедливости. Поведение богатых потребителей, безусловно, нередко сложно назвать рациональным с точки зрения сохранения богатства. Расточительство более чем любопытно само по себе как черта экономического поведения. Экономист Торстейн Веблин предположил, что люди являются социальными существами, которые соответствуют стандартам культуры и подгрупп, в которых они живут. Он считал, что индивидуальные потребности и желания людей создаются и находятся под влиянием членства в группах. Веблин сосредоточил свою теорию на членах досугового класса общества, которые, как он предположил, находились под влиянием стремления к престижу, а не удовлетворению утилитарных потребностей. Теории Веблина помогают маркетологам более высоко оценить социальные влияния, которые влияют на потребителей, чтобы лучше понять спрос на продукцию компании. Заметным шагом в понимании принятия решения о покупке потребителям сыграла концепция Роджерса о влиянии лидеров мнений и диффузии инноваций. Наука о поведении потребителей постоянно развивается, характеризуется постоянными изменениями и совершенствованием. Есть несколько теорий, которые оказали на развитие теории маркетинга потребления свое влияние. Теория разумных действий, созданная Фишбейном и Айзеном в конце 1960-х годов, концентрирует свой анализ на важности ранее существовавших подходов в процессе принятия решений. Суть теории заключается в том, что потребители действуют на основе поведения, основанного на их намерении создать или получить конкретный результат. В этом анализе потребители являются рациональными субъектами, которые выбирают действовать в своих интересах. Согласно этой теории, обдумывание результата имеет решающее значение в процессе принятия решений. Потребитель предпринимает определенные действия только тогда, когда ожидается такой же конкретный результат. Со времени, когда потребитель решает действовать до момента, когда действие завершено, потребитель сохраняет за собой возможность изменить свое мнение и принять решение о другом курсе своих действий. Маркетологи могут извлечь несколько уроков из теории разумного действия. Во-первых, при продаже продукта потребителям маркетологи должны связать покупку с положительным результатом, и этот результат должен быть конкретным. Во-вторых, теория подчеркивает важность перемещения потребителей через конвейер продаж. Маркетологи должны понимать, что длительные временные лаги между первоначальным намерением и завершением акции дают потребителям достаточно времени, чтобы отговорить себя от покупки или поставить под сомнение результат покупки. Модель поведения потребителей в момент принятия решения о покупке, известна как модель Blackwell MiniArt Angel, модель ЭКБ. Модель ЭКБ расширяет теорию разумного действия и описывает пятиступенчатый процесс, который потребители используют при совершении покупки. Первый шаг – ввод, когда потребители воспринимают большинство маркетинговых материалов, которые они видят по телевидению, в газетах или в интернете. Как только потребитель собирает данные, он или она переходит к обработке информации, где потребитель сравнивает входные данные с прошлым опытом и ожиданиями. Потребители переходят к этапу принятия решения после периода размышлений, выбирая покупку на основе рационального понимания. На этапе принятия решений на потребителей влияют переменные процесса и внешние факторы, в том числе то, как потребитель представляет себя после совершения покупки. Модель процесса принятия решений потребителями представляет собой картину хода мысли потребителей, с помощью которой продавцы и менеджеры могут разрабатывать стратегии создания продукта, коммуникации и сбыта. В соответствии с моделью ЭКБ у маркетологов есть два периода, когда их вклад является наиболее ценным. На начальном информационном этапе маркетологи должны предоставить потребителям достаточной информации о продукте, чтобы заставить потребителя держать продукты компании на рассмотрении для покупки. Маркетинг снова становится фактором в фазе внешних воздействий. Бренды стиля жизни очень хорошо стимулируют желание потребителя выглядеть или чувствовать себя определенным образом с продуктом, даже если продукт бренда принципиально не отличается от конкурентов. Маслоу разработал теорию иерархии потребностей в 1943 году, которая оказала огромнейшее влияние на все сообщество психологов и социологов. Согласно его теории, люди принимают решения для удовлетворения своих потребностей, которые представляют собой иерархические системы. Потребности выстраиваются в иерархию в порядке важности – физиологические, выживание, безопасность, любовь, уважение и самореализация. Маркетологи используют теорию Маслоу, чтобы адаптировать маркетинговые коммуникации с потребителями определенным образом. Успешные маркетинговые компании не только информируют клиента о продукте, но и четко определяют его место в иерархии потребностей клиента. Потребители определяют приоритетность покупки на базе иерархии, поэтому важно, чтобы ваше маркетинговое сообщение внушало чувство удовлетворения потребности и ее срочность. Маркетологи очень эффективно манипулируют теорией мотивации, создавая искусственные потребности в восприятии потребителей. Автопроизводители марк-класса «Люкс» намеренно выделяют функции безопасности своих автомобилей и делают акцент на этом, а не на эстетике. В сознании потребителя он тратит деньги на дорогой роскошный автомобиль, потому что это единственный способ обеспечить адекватные функции безопасности для своей семьи. Другим ключевым подходом является теория импульсной покупки Хокинс-Стерн. Многие теории потребительского поведения сосредоточены на рациональных действиях. В 1952 году экономист Хокинс-Стерн описал феномен, который он назвал «сугестием пульсивной покупки», проявляющейся в тот момент, когда клиент впервые видит товар и тут же ощущает острое желание его купить. Иными словами, люди не всегда покупают вещи только потому, что хотят их купить. Зачастую это происходит благодаря правильной презентации. Хокинс-Стерн верил в идею импульсного поведения. Он утверждал, что внезапные импульсные покупки одинаково важны, как и предварительно сформированные рациональные решения о покупке. Импульсные покупки во многом обусловлены внешними стимулами и почти не имеют отношения к традиционному принятию решений. Этот автор установил четыре категории импульсных покупок. Первые – это чисто импульсные покупки, такие как конфеты на полке возле кассы в продуктовом магазине. Вторые – это манипулируемые импульсные покупки, например, когда рядом с кулером размещаются горячие продукты. Третьи – импульсные покупки совершаются при наличии дополнительного импульса, такого как гарантия или бесплатное обслуживание. Четвертое – когда потребители принимают импульсные решения, основанные на подсознательном рациональном решении, когда они знают, что хотят купить продукт, но не уверены в его специфике. Теория импульсной покупки представляет собой океан возможностей для маркетологов. Каждый аспект продукта – от упаковки до размещения в магазине – влияет на импульсный толчок потребителя. Маркетологи, которые умеют создать импульсную продажу, имеют огромный успех. Теории поведения потребителей предсказывают, как потребители принимают решения о покупке и помогают маркетологам использовать преимущества предсказуемого поведения в их целях. Хотя импульсные покупки являются значительной частью поведения потребителя, рациональные процессы принятия решений доминируют в поведении потребителей и влияют на теорию маркетинга. Люди постоянно покупают различные товары и пользуются разнообразными услугами, чтобы есть, одеваться, читать, смотреть телевизор, играть, поддерживать свое здоровье, зарабатывать. Акт потребления – органичная и неотъемлемая часть ежедневного существования человека, успех которого во многом зависит от его финансового благополучия. Вся потребительская активность осуществляется на рынках товаров и услуг. Когда спрос превышает предложение, потребители покупают имеющийся в наличии товар. Акт потребления не сводится просто к покупке и продаже услуг, к примеру, в сфере медицины или образования. Это более сложный социальный, психологический процесс. Данные обстоятельства требуют рассматривать потребительское поведение в контексте разнообразных человеческих взаимоотношений, где люди не являются подобием машин или механизмов. Они имеют богатую индивидуальную, эмоциональную жизнь и в своих решениях выбора марок опираются на собственный опыт и ожидания своего социального окружения. Отметим некоторые особенности использования терминов «потребитель», «покупатель», «клиент». Термин «покупатель» предполагает наличие денежных средств или других ресурсов для совершения покупки. Термин «потребитель» фиксирует извлечение полезности, которую несет в себе товар. Термин «клиент» предполагает определенные отношения между покупателем и конкретной торговой маркой или отдельной розничной точкой в течение некоторого времени. Специалистам маркетинга необходимо понимать логику поведения покупателя. Поэтому исследователями рынка потребителей предпринимаются попытки объяснить поведение покупателей с теоретических позиций. Популярной является концепция черный ящик, которая представляет когнитивные и аффективные процессы, используемые потребителем при принятии решения о покупке. Модель принятия решений помещает черный ящик в более широкую среду, которая показывает взаимодействие внешних и внутренних стимулов, например, характеристики потребителя, ситуационные факторы, маркетинговые влияния и факторы окружающей среды, а также реакции потребителей. Модель черного ящика связана с теорией бихевиоризма, где упор выходит за рамки процессов, происходящих внутри потребителя, а также включает в себя отношения между стимулами и реакцией потребителя. Модель принятия решений предполагает, что решения о покупке не возникают в вакууме. Скорее, они происходят в режиме реального времени и подвержены влиянию других стимулов, включая внешние стимулы окружающей среды и текущую ситуацию потребителя. Элементы этой модели включают в себя, межличностные стимулы между людьми или внутриличностные стимулы, внутри людей экологические стимулы и маркетинговые стимулы. Маркетинговые стимулы включают действия, запланированные и осуществляемые компаниями, в то время как экологические стимулы включают действия или события, происходящие в более широкой операционной среде, и включают социальные факторы, экономические, политические и культурные аспекты. Кроме того, черный ящик покупателя включает в себя характеристики покупателя и процесс принятия решений, которые влияют на ответы покупателя.